Значит, давайте я вам сейчас основные какие-то пустолаты буду рассказывать, как, что надо делать. Первое, что вы должны понять, это то, что если вы сможете делать те положения тела, которые я буду рекомендовать, то ваш результат будет очень сильным. Ну то есть от положения тела зависит очень много, потому что энергия знания, которые включаются во время молитвы, очень сильно концентрируются, когда человек эти положения тела занимает. Первое положение тела, это стоя прямо возле стеночки. Вот, Игорек, вот там вот стеночка есть возле телевизора. Давай туда вставай, пусть показывает. Значит, стоим прямо просто возле стеночки, недалеко от нее. Зачем возле стеночки? Затем, что когда человек чувствует, что чуть-чуть как-то кружится голова, начинает, становится плохо, то он сразу раз резко прислоняется к стене, вот так вот. И ноги чуть-чуть отодвигает от стены, вот так вот стоит, пока не станет легче. А потом, когда становится легче, он может опять отодвинуться и встать прямо. Когда становится плохо, чуть-чуть даже хотя бы, надо сразу открывать глаза. Потому что, особенно посередине, где-то на третьем слое, где-то во время 30 минут, там лечатся сосуды. И если человек с закрытыми глазами стоит, то если блок статически очень сильный, то он не замечает, как резко падает давление, и он открывает глаза уже возле пола. То есть, у человека, если не прислоняется к стенке, то он падает вперед вот так лицом. Поэтому неожиданно это происходит. Поэтому лучше всего открывать глаза, если чуть-чуть плохо становится, и не дождаться, когда совсем плохо станет, а прислоняться к стенке. Почему становится плохо? Потому что чистится статическое напряжение. Отек в теле, возникает жар, ощущение такого тряски. Это все статическое напряжение, и надо терпеть, чистить его, и молиться дальше. Положение стоя является достаточно сложным положением, и его надо выбирать тем, кто на службах уже привык стоять, тем людям, которые в целом уже как бы имеют опыт это делать. Но все равно стоять без стенки я запрещаю. Можно стоять только возле стенки там. Прислоняйтесь где-то к стеночке, так что если хотите стоять. Час-пять минут? Час-пять минут. А если лежать? Лежать? Лежать – это самый лучший вариант. Но вы тогда не сможете молиться, это будет просто отдых. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно делать аскезу совершать, а лежать – это не аскеза. Поэтому ничего от никакой чистки не будет в это время происходить. Но для женщины, конечно, очень приятно, лечь и так, полежать. Но у нас здесь будет аскеза, мы будем побеждать судьбу. Когда человек стоит, он вырабатывает терпение. То есть человек не может терпеть ничто там. Почему вы пиво начали пить? Когда стоять надо, стоять и побеждать стоя, судьбу, терпение вырабатывать. Вот. Следующее положение тела, которое я вам рекомендую, это самое такое, особенно с такими прекрасными стульями, называется поза бабочки. То есть вы садитесь и… Нет, лучше наоборот от стола подальше, чтобы там было видно с той стороны тоже. Вот так, где-то здесь, да. Вот. Стопы вместе, колени брось, можно руками держаться на коленях. Но чем хорошо для вас? Потому что у вас есть спиночка. Стульчики будем раздвигать. То есть те люди, которые не будут сидеть на стуле, они как бы уйдут, а остальные все могут сесть так, чтобы колени были шире. Вот. Поза бабочки на этом стуле легко делается, потому что стул без спинок. И мягкий. И мягкий. И можно еще сблокотиться на спинку. Это называется облегченная бабочка. То есть на спинку облокотился, легче сидеть все равно. Если чувствуете, затекает все тело и не можете уже, тогда по-турецки садитесь на несколько секунд. А потом опять бабочку. А ски снимать? Не обязательно. Но если их снимете, не надо их класть на плечи, на лоб себе. Класть, куда-то вешать. Лучше все положить вниз. Когда по-турецки сидишь, вообще ничего не чистится? Ну, очень слабо. Вообще ничего не чистится, можно сказать. Это не аскеза. Ну, как бы, если человек не может бабочки, никак не может, но по-турецки тоже хорошо. Это лучше, чем сидеть, свесив ноги на стуле. То есть, когда вы сидите в этих положениях, вы, во-первых, реально контактируете с судьбой и чистите ее. Во-вторых, у вас сильная концентрация. Ну, это, как бы, я скажу про глаза. Вот. Если вы сидите по-турецки, это 50% результата. Если просто свесив ноги, то где-то 25-30% результата. То есть, сидите в этом положении, 100% результата. Или стоя, там, вот эти все положения тела на равноценную. Бабочки сидеть легче 65 минут. Следующее положение тела, когда человек кладет одну ногу сверху, другую снизу, это пол-лотос называется. Это не все смогут сделать. Но это тоже аскеза, такое положение, которое, да, вот как, вот, девушка, вы сели, да, вот так можно. Но ногу не меняем. Все 65 минут, одна нога сверху, другая снизу. Вот так. Ну, если правая нога, волевые функции усиливаются. Если левая нога сверху, то тогда прорабатывается личная жизнь и эмоции. Правая нога воли, левые эмоции. А это все надо? А? Это все надо. Все работает. Тогда есть еще одно положение тела, которое называется поза алмазов. Это сложное положение тела, сложное. Его я не рекомендую. Вы так не высидите 65 минут. Понятно? Вот такое положение тела. Следующее положение тела на коленях стоя, на коленях. Можно на стуле тоже на коленях стоять здесь, так удобно у вас. Какая возможность есть. Давайте вернемся к позе бабочки. Я немножко тороплюсь. Можно вот так вот. Можно вот так вот. Олеген Альтичич. Как? Олеген Альтич. Да, да. Можно внизу под стулом позе бабочки. Да, прекрасно. Да. Перед садитесь нормально. Еще рано пока. На поводу бабочки опять вставать. Я тороплюсь немножко. Вот если бабочки вам тяжело, то по-турецки сели, потом опять назад бабочку. Понятно? Если вы в полулотосе сидите, тяжело стало, по-турецки сели, опять в полулотосе. Если в алмазе сидите, тяжело стало, надо вперед нагнуться и покошачий раз, вот так вот, как кошечка. А здесь на стуле вы сидите, если в алмазе, то можно на руках подняться, вот так от стул локотится, подняться вверх и потом можно на колени встать временно. На колени встать, постоять, а потом опять в алмаз сесть. Ну, это буквально полминуты. Можно скрещивать, можно не скрещивать. Без разницы можно сидеть. можно между ногами сидеть да можно то можно так то да ну это облегченный алмаз нормально можно так это лучше чем бабочка да можно это облегченный алмаз тоже пас надо можно до стоя на коленях следующий положение тела на коленях стоите тяжело стало по кошачьей серии вот так вот или в алмаз или если на коленях по массе или стало легче потом опять нет если вы сидите в одном положении тела перешли в другой у вас чистка заново начинается а если вы облегчили себе жизнь и потом продолжили тогда чистка продолжается но она просто облегченная будет но тоже нормально да поза бабочки самые простые легче перегрузок некоторые люди привыкли сидеть вот в облегченном алмазе это когда папа садится вниз а ноги по бокам это тоже вариант такой можно так сидеть это лучше лучше чем бабочка лучше всего сейчас самую простую выбрать сколиоз бабочку делайте лучше всего вот теперь дальше значит вот эти все положения тела которые есть сейчас просто сидите нормально надо ничего пока делать пока меня слушать значит каждое положение тела имеет свое значение когда человек стоит он вырабатывает терпение когда стоит на коленях вырабатывает принятие допустим меня один молодой человек он не мог принять эмоции жены на коленях начал молиться он молился много яски сделал но именно когда на коленях начал стоять он смог принять эмоции жены алмаз пробивает судьбу допустим хочешь спасти жизнь кому-то или хочет чтоб налоговая не пришла к тебе в гости может в алмазе сидеть и пробивать судьбу не давать ей с собой соединиться но поза алмаза очень сложно она требует очень выносливости большой опыта и нет а менять ногу вот там можно да можно вот дальше поза бабочки вырабатывает гармонию с этим миром доброту адаптацию допустим не можете адаптицироваться в стране поза бабочки увеличивают адаптацию поза лотоса увеличивает концентрацию по лотоса увеличивается способность помнить о боге концентрируется не отвлекаться вот сейчас мои хорошие все сядьте сядьте нормально расслабьтесь я буду вам рассказывать все вы чтобы слушали они напрягались чтобы все запомнить место хватит 7 не волнуйтесь вы можете сесть сюда на сцену можете сесть на пол там можете на стульях оставаться вот можете вставать стеночки не волнуйтесь вместо всем ходь дальше поехали у нас двери открыты всегда значит 65 минут одно положение тела если вы меняете положение тела начинается чисто заново 13 минут очищается один слой то есть и все слои связаны с судьбой сильно судьба может действовать на разных слоях если вы поменяли положение тела вы не дошли если да то той зоны где у вас судьба то значит проехали в этот раз ну то есть первый слой чистится адаптация чикаго транс минут тринадцать минут потом тринадцать минут прошло началось чиститься ваши эмоции эмоциональная связь с людьми эмоции честь следующие это с 13 до 6 минут 26 минут до 30 минут 9 минут чистится ваши мысленные связи с людьми мысли чистится с 39 минут до 52 чистится настроение и связь настроение вас с людьми и последние 52 минут до 65 последние 13 минут чистится ваша глубокая часть судьбы это ваше глубокие ощущение счастья удовлетворенности победы там и так далее это самая важная часть это последние 13 минут понятно можно можно да но иногда ноги затекают в обуви так что будьте осторожны если обувь мягкая просторная то нормально если нет то лучше с ним а может когда статику человек делать что происходит у него все тело начинает затекать ныть пульсировать колоть иголками жарки ли это все пробиваются блоки боятся этого не нам если ничего не происходит значит у вас статическое напряжение мало тоже хорошо вот вот где болит там лечится все это будет пробиваться облегчаться или будет лучше это всегда происходит вот со мной подой человек один бежал не отворит нога заболела я бы беги дальше он пробежал 10 минут нога прошла блок прошел пробила нога прошла все также здесь тоже сидите сначала плохо-плохо там раз пробилась иногда блоки не пробиваться не будут будет продолжаться плохо когда вы чуть расслабились дальше пошли и уже знаете что у вас статическое напряжение в теле значит но давать воде сидеть сначала потом дальше стартку делать иначе будут копиться воспалительным процессом мы сейчас будем убирать воспалительные процессы из тела на физическом плане теперь дальше поехали концентрация что мы будем делать вот смотрите первое что вы должны понять что сама по себе молитва выбрана так чтобы сильно привлекалась сознание для этого существуют определенные вещи в молитве должно быть вот такой звук это звуком этот звук он звучит когда душа выходит из тела то она перед собой видит сверхдушу бога виде сияние и от нее исходит вот этот торжественный звук и душа его хорошо знает когда она слышит низкий такой тембр такой звука от сердца который идет есть синхронное восприятие то есть если я показываю звук нет при как бы они считают что только один вариант есть этом женщине мужским голосом произнести и сесть на метлу как бы но есть другой вариант сливание это не обязательно прямо абсолютно идентичный можно на октаву ниже там тогда вопрос решен теперь слушаем дальше будет два имени бога имя бога хари на ним надо настраиваться он призыв это призыв мы призываем бога к себе мы настраиваемся на призыв то есть мы в себя берем бога и и там в этот звук будет тянуться долго и там будет х или а долго ри долго я вам рекомендую на х 1 вдох делать и на ли второй вдох то есть вы как бы не на один выдох это делайте на два выдоха иначе будет сидите как бы и мучиться у меня же баллончика есть кислородом рядом я могу долго а вы не можете у вас нет баллончик дышать как можешь не надо не концентрироваться на животе ни на чем просто надо концентрироваться на звуке и она медленно долго тянется и надо произносить слишком громко когда у вас будет и лучше всего когда звук идет от груди они от горла вот есть есть и есть головной звук есть грудной звук и горловой это грудной звук а это звук сердечный нижний оперный снизу это от горла это от головы от сердца и женщины так тоже они могут них как колокольчик звенит такой от сердца понятно да и так когда мы произносим хоре мы настраиваемся на принятие мы наполняемся энергией бога наполняемся звуком в это время но надо сливаться с теми кто поет об этом думать если не может настроиться на мой звук настраивайтесь в это время мы сливаемся в этом надо думать на звуке ра ра это солнце ра начать победа мама это смерть ра-ма победа на смерти потому что есть еще мара Мара. Мара – это смерть. Смерть побеждает человека. Понятно? Это санскритские слова. Мара означает «смерть побеждает», а Рама означает «жизнь побеждает». И Рама – это имя Бога, который дает победу. Он приходил на эту землю реально, Господь с этим именем. Раману почитайте и узнаете об этом. И когда мы произносим Рама, в это время надо настроиться на свой алтарь, в своей вере, кланяться Господу в своей вере, кланяться Священному Писанию в своей вере, надо кланяться Господу, как вы его понимаете. И мы, когда Рама произносим, мы в это время благодарим Бога, славим Его, настраиваемся на Него, служим Ему в сердце и отдаем Ему свою жизнь. То есть, в горе мы в себя принимаем Господа, а потом отдаем. В себя отдаем, в себя отдаем. Идет через нас, идет такой поток, который очищает. У человека есть два состояния. Одно состояние – это состояние озера, когда он сам вспоминает родственников и отдает свою силу им. И потом истощается и волнуется. Если человек волнуется, значит, он истощился, отдал свое, истратился. Есть второе молитвенное состояние – это состояние реки. Ты берешь Бога, отдаешь Богу. Берешь Его себе и отдаешь Ему. То есть, ты как бы живешь для Бога. То есть, берешь Его, познаешь Его, благодаришь. Познаешь, благодаришь. То есть, постоянно находишься только с Богом в контакте. Перед тем, как час-пять минут начнется, вот это вот, когда вы будете положение тела занимать, вы можете в сердце сказать. Я это посвящаю сыну, миру, тёще, свекрови, чтоб не пила крови. Или там, допустим, посвящаю тому, чтобы вылечиться от болезней, или чтобы гринкарта была. Ну, то есть, можете чему угодно посвящать, но когда вы начинаете молитву, вы об этом, обо всем забываете, и вы просто славите Господа. Если мысли приходят о себе, о своей жизни, надо их убирать, это мешает. Когда вы забываете про себя, думаете о Боге. Бог помогает вам в это время. Он заходит в ваше сердце и вам помогает. А если вы думаете сами о себе, никто туда не зайдет. Вы сами заняли сердце, сами и разбираетесь со всем. Понятно? Ну, то есть, во время настроя мы думаем только о том, как входит Господь в нас, энергия Бога. Чувствуем вот этот звук, вибрацию, погружаемся в это во всём и благодарим. Можно образ включать, образ своего алтаря, своей веры. То есть, веру никто не меняет, просто мы используем эти вибрации для того, чтобы погрузиться в молитвенное настроение. Каждый остаётся в своей вере, все берут из Бога и отдают. А? Чё? Чё странно? А вы не должны сейчас разговаривать. Вы должны серьёзно и внимательно меня слушать. И всё. Иначе вы всех отвлекаете. И во время молитвы нельзя ни в коем случае брать, реагировать на ни на что. На телефоны мобильные, всё отключить. Если вы реагируете, вы отвлекаете, и вы оскорбляете атмосферу, берёт на себя проклятие просто. Это очень серьёзно. Потом, здесь нельзя молча сидеть. Вот вы сидели как на других, но когда мы сейчас начнём, вы должны всё это делать или выйти? Одно из двух. Сидеть молча нельзя, вы мешать будете в своём настроении, мешать. Вы должны включиться в процесс. Понятно? Ничего страшного, когда мы будем громко повторять, дети не будут мешать, не волнуйтесь. Не надо их трогать. Главное, чтобы они здесь не носились в это время. Не отвлекали никого. Пальцы. Значит, большой палец это я. Указательный. Это моя воля. Если мне не хватает сил, но воли не хватает, я чувствую, не смогу, не справлюсь. Тогда указательный соединяется с большим. Это мудрый, сейчас показываю. Вот так вот пальцы держать. Можно вот так, можно замкнуть. Когда вот так, ты соединяешься со всеми людьми, вот так уединяешься. Если мешают, раз, перевернула руки, уединился. Вторая мудрая. Мне не хватает сил. Я уставший, после работы тяжело. Когда большой со средним соединяем. Вот я буду большой со средним, потому что вас много, я один, мне на вас сил не хватает. Я в этом буду силы, как бы, вот так увеличивать. Когда не хватает уверенности, вы думаете, что-то, я не знаю, мне получится, не получится. Там голос какой-то мужской, как с ним сливаться. Тогда большой с безымянным соединяемся. И уверенности будет больше. Ой, все, пошло. Вот. Дальше, если вы хотите усилить свой звук, он там, крепите, допустим, еще что-то там, память уходит куда-то, тогда большой с мизинцем. Снять память и звук усиливать. Теперь для тех, у кого хочется больше, кому больше хочется, чтобы было сильнее, ну, допустим, еврейские крови, там, я не знаю. Тогда в этом случае большой и указательный средний вместе тогда, больше уже получаем сразу. Вот. Или, допустим, большой мизинец и безымянный вместе. Видите, виды крещения такие есть, это мудрые такие есть. Вот, вот так вот, два варианта. Теперь внимательно, даже если вы чистокровные еврейские крови, чистокровные евреи, вот так не надо. Энергия не выходит. Энергия тогда не выходит, и вы просто будете жарко, вы сознание потеряете. И вот так, такой мудрый тоже нет. Понятно, да? Вот. И вот такой тоже нет. Вот такой вот. Если вы всех задолбали, дома, там, на работе, вот такая мудра еще есть. Рабатывает смирение. Вот так, понятно, вот. Когда вы всех задолбали, то вот, я здесь очень смиренно все. Вот так вот можно. Мы должны объем мудрый выводить в начале? Нет, можно менять, пробовать. Вот комбинации пальцев меняйте. Вот. Нельзя двигать спиной, болтаться. Тогда статики нет. А руки там, можно даже креститься, там, в принципе, руки не меняют проблему, не создают. А, ну, голову тоже сильно мотать надо, но если вы повернулись, не то, что вы повернулись. Или некоторые говорят, моргнул, я моргнул, Олег Геннадьевич, статика закончилась. Нет, моргать можно, голову повернуть куда-то можно. Можно почесаться, ну, тоже некоторые, я почесался, все. Почесаться можно, ничего страшного. А зевать? А вот теперь зевать. Если вы плохо слушаете, вот если вы начинаете... Вот, значит, тогда вы плохо слушаете, у вас плохо входит звук. Надо сильно слушать, прям настроиться на слушание, и тогда разум включится, когда разум включается, сон проходит. Сон – это функция разума, значит, он не работает, разум. Если человек сильно слушает, у него голос памяти включился, разум включился сразу. Разум включился, зевать перестали. Значит, вы плохо слушаете, если зевает. И когда вы чувствуете счастье, вот, тогда, значит, вы плохо отдаете. То есть, бывает, человек, надо концентрироваться на хоре, на первом, чтобы себя принимать. Если спишь, на первом концентрируешься. Если эмоции переполняют, на втором, на рамах концентрируешься, на отдачу концентрируешься. Принимаем, отдаем, принимаем, отдаем. Прием нарушен, спим, отдача нарушена. Страдаем, мучаемся, плачем, трясемся там и так далее. Теперь, если кому-то станет плохо, надо выйти из статического положения, чуть-чуть расслабиться. И потом никогда не уходить, продолжать опять войти, может быть, полегче статическое положение, продолжать молитву. Потому что плохо это всегда блоки, на блоки выходить нельзя, будет хроническое заболевание. Надо пробить его. То есть, надо потом опять включиться и дождаться, когда станет легче. Понятно, да? А, вы знаете, как часто делать подогасы, без уложения в сторону? Ну, сейчас мы говорим вот о всего, ну, о сейчас конкретно. Мы не будем сейчас ничего больше обсуждать. Раз в три дня можно статику делать. Так, что я забыл вам еще сказать. Друг друга касаться не надо. Трогать друг друга не надо. Старайтесь повторять все синхронно со мной, прямо все, не как бы, эхом не будьте. Там, допустим. И раньше меня, раньше бабьки на печку не лезть. Понятно? То есть, я не начал, я вдыхаю, выдыхаю, вы тоже молчите. Некоторые начинают укорекать раньше, и они на себя настраивают всех людей. Ждите. Если же стало жарко-холодно, терпите. Терпеть, да. Если покашлять захочется, тогда смерть. Может, бутылочку воды поставьте? Да, поставьте бутылочку. Можно, можно. Попить воды можно. Можно, да. Стать и полегу, что ходить шевелять. Вот так. Все, можно покашлять, если что, ничего страшного. Нормально все, у меня хорошее. Вы меня не бойтесь, я же не такой страшный, что как бы. Можно переступать на себя? Болтаться, переступать нельзя. Так, мои хорошие, еще, смотрите, когда вы начинаете, Ха-ре-ра-ма, сначала говорите потише. Теренируйте головы, славы, связки. Потом, через 10 минут, уже у вас пойдет сила в звуке, тогда можете посильнее. Правильно, это хорошее сердечное. А то мы начинаем сразу. А потом? А потом? Да. Вот. Я могу дать много хороших сердечных 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 сердечных. Ты просто здесь. Ладно, хорошо. Так, мои хорошие, смотрите, я сейчас на типичные вопросы все отвечу сам. Первый вопрос. Когда затекло все тело, затекают ноги во время этого, это значит, что у вас сильное статическое напряжение. нужно лежать в воде по методичке, стоять, статику делать, объем работает ясен. Кому резко стало плохо во время этого. Это был блок. Две минуты, это конца. Значит, да, у вас блок на пятом слое, в конце все. Пробило, да? Пробило, все нормально. Это случилось где-то 20 минут после. Да, вот там, значит, блок на втором слое. Матери сознания или нет? Нет, просто плохо стало, потом лучше. Значит, смотрите, считаем так. 13 минут первый слой, до 26 минут второй, потом 26, до 39, третий. Первый слой — это адаптация к этому миру, к Чикаго, людям, погоде. Второй слой — это эмоции, слизистые кожа. Третий — это мысли, сосуды, суставы. Четвертый слой — это настроение внутренней органы, позвоночник, кости. Пятый слой — это наше глупокое самоосознание, нервная система, гормональные функции, ощущение счастья и психические заболевания. Пятый у всех всегда самый трудный. А ложное эго вне этих слоев, оно вне ума. Оно находится в другом пространстве. Это более тонкая структура. Она меняется в результате бескорыстия духовной жизни, о чём мы говорили. И приносит удар в человек. Ваш вопрос? А если голос только стал твёрдым в последние 15 минут? Это хорошо. Вы же первый раз этот ретрит проводите, вы ничего не знаете. Через два-три раза будет просто супер. Вот, допустим, у нас в второй раз, да? Как второй раз? Получше? Покрепче уже стало? Да. А третий будет ещё лучше. Вот мужчина у нас ещё как второй раз? Намного лучше, да? А третий будет ещё лучше, а потом ещё и так. Можно онлайн у нас ретриты проводить. Можно в записи. Есть ретриты, находите записи, настройку слушайте. Потом долбанули и послушали. У нас ещё клубы «Благость» проводят ретриты четыре раза в год. Там вообще можно молиться в своей вере. Мы вместе все молимся, каждый в своей вере. Такой ретрит тоже проходит совместно онлайн. Участвует по больше тысячи человек. Да, ваш вопрос. На коже? Нет, нет, нет. Внутри это значит, что энергия сильная, вы не справились, как бы немножко вас перегрузило. Значит, смотрите, после вот этого ретрита сейчас могут быть всякие неожиданности. Например, вы приезжаете домой, начинается скандал. Или вы, допустим, сами реагируете на людей сильно. Почему? Потому что вы напали на судьбу, теперь будет откат пару дней. Вот. Значит, если у вас была лёгкость внутри, вот сильная, а потом стала тяжесть, значит, что вы взяли новый пласт судьбы, прорабатываете его. У кого тяжесть, камень в сердце появился? Значит, новая судьба пришла, вы её начали прорабатывать. А если у кого был камень и прошёл в сердце лёгкость, значит, пробили блок. Если всё время тяжесть, значит, тяжёлый период идёт, вы его пробиваете. Если всё в фиолетовых цветах? Это ваши. Это наши. А если боль просто вправо, сели именно вправо, на самом деле? Боль – это лечение, это там блок на четвёртом слое. А если очень холодно стало? Значит, энергия слишком быстро двигалась и вас немножко перегрузило. Ничего страшного. А жарко, значит, пробивался блок какой-то. А холодно, значит, пробился блок. А слёзы, значит, плохо отдавали. А спали, значит, плохо брали. А в конце, когда песни, слёзы – это нормально, потому что это было специально песни, чтобы у вас всё расслабило вас, чтобы вы успокоились. А то пойдёте домой вот такие. Так вас расслабило, вы улыбаетесь после песни. Это нормально. А если мы что-то буздали? Значит, надо тренироваться, чтобы не буздали. Вот я всё время концентрировался на святого человека. И от него никак, мысли мне вообще никак не отходило. А если вот когда сидела в позе, вот ноги вот так вот, и я чувствую, что ноги уже так протекли, что… Это блок. Я просто чуть-чуть перестала и приеду и села этим, да? Нормально. Нормально? Нормально. Блок потихоньку можно пробивать, а можно его чуть-чуть ослабить и дальше идти. То есть ясно, что вы не тренированы, у вас блоков ещё как бы дофига и больше, поэтому вы пытаетесь как можете, выживаете. Это нормально. Первый раз у вас такое прошло. Но не жалеете, что на рекреции будет? Нет. Круто? Такая рота. У кого счастье внутри? У меня. Ладно, отлично. А если святую тхалу, видишь? Отлично, отлично. Всё, значит, всё по плану идёт. Олег, Геннадий, а если пришло осознание, какой вопрос у вас спросить? Ну, чуть попозже. Сейчас, видите, у нас уже всё заканчивается. Сейчас ещё. Значит, ещё. Надо сегодня побольше отдохнуть, потому что мы очень сильно напряглись. Ничего тяжёлого не делать. Ни с кем не выяснять отношения, никому не рассказывать, как здесь было хорошо. Потому что вы осквернитесь, оставьте своё общество внутри, никому не рассказывайте, просто оставьте внутри. Пару дней с ним побудьте, дальше что хотите делать. Один вопрос маленький по делу, поэтому, если я буду сама делать через несколько дней, обязательно ли произносить что-то или просто стоять час? Обязательно произносить. Надо произносить имена Бога или славить Бога. Больше ничего не надо произносить. Не надо читать псалмы, не надо отчинашу читать. Надо читать короткую молитву. Аллилуйя, Альхамдулилия, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу точка или Аминь. Вот, ну то есть не надо там, то есть просто славим Бога и всё. Молитва побеждающей судьбы короткая, поэтому созданы Аллилуйя, Альхамдулилия, имена Бога или прославление Бога. Два варианта. Самая сильная молитва побеждающей судьбы. Всё остальное это тоже хорошо. Три раза в день можете читать псалмы, там утром, днём и вечером. Но молитву побеждающей судьбы один раз в день в статическом положении вместе со звуком святого человека. Вот так, как мы с вами сделали, так и делайте дома. И погружайтесь. Час 05? Час 05. Каждый день? Можно каждый день, но это будет трудно. Можно каждый день, но это будет трудно. Лучше раз в три дня это минимум, чтобы статику прочищать. А молиться можете поменьше каждый день, а один раз в три дня, допустим, долбануть в 65 минут. Лучше утром. Вот смотрите, вы можете дома молиться, как, допустим, из пулемёта. Это не проблема. Ретрит, что это такое? Это погружение памяти в глубину сознания. Видите, атмосфера, которая создалась, она предрасполагала к тому, чтобы очень глубоко погрузиться. Так ведь? А если будете быстро повторять, то погружение не будет. Значит, вы не слишком глубоко слушали. Надо слушать сильнее. И тогда память от себя отвлечётся и привлечётся к Богу. Это называется молитва. Когда отвлекаетесь, это ничего страшного. Вы тренируетесь, пробуете. Ничего страшного. Да? Я хотела ещё спросить, вот когда мы, например, вот первым часом, когда, ну, в каком взялись, как вы представляете этот обмен в голову? Надо мысленно слушать и как вот себя голос брать, как себе мысленно себе голос брать, погружаться ещё внутрь, слушать сильно, погружаться сильно, слушать. А потом славить Господа. Мысленно отдаёшь, славишь, радуешься, вспоминаешь икону. Берёшь себя, вспоминаешь икону. Берёшь себя, то есть слушаешь, вспоминаешь. Слушаешь, вспоминаешь. Слушаешь, вспоминаешь. Нормально. Значит, вы один слой будете прочитать. Но молиться надо каждый день, желательно понемножку. А статику раз в три дня делать 65 минут. Еще один вопрос. Я не слышала своего голоса. Я старалась. Ничего, стоим не надо, все нормально. Общий фон. Главное, что память была, правильно работала. Голос. Можно слышать, можно не слышать. Мы же громко все повторяем. А память, если хорошо включена, вот общее настроение чувствуете, значит, идет очищение. У кого появилось по поводу какого-то события спокойствия в сердце? Это первый круг судьбы. У кого знание появилось, что делать в жизни? Это второй круг судьбы. А третий круг судьбы можно узнать только, когда сконтактируешь с тем, о ком молился. У нас были и третий круг судьбы. Допустим, девушка провела ретрит. Сразу в конце ретрита звонок. Парень вернулся к ней. Или муж даже вернулся. Она молилась. И что? Надо мной был суд когда-то. Меня хотели посадить. Я молился. И где-то... Ну и два месяца молился каждый день. Вот так. И в один день я сел реально помолиться очень сильно. И где-то на сороковой минуте позвонил человек, который меня хотел посадить. И сказал, ладно, все, я тебя прощаю. Все, вот так вот работает. Один мужчина, начальник один, его хотели посадить. Он провел ретрит один всего в жизни. Очень сильно оточился. Его сажало начальство. Хотело посадить тюрьму. Ему простили. Сразу звонок после ретрита. Позвонили, сказали, все, как бы, свободен. Так что, тренируйтесь. А если с мужем хочешь развестись? Тогда надо сильно помолиться. И все наладится. И вы останетесь вместе. А если сильно хочешь развестись, еще сильнее надо помолиться. И все равно хочешь развестись, тогда Господь по мозгам. как бы, и уже все наладится. И все выткрасит. Да? Есть ли какие-то физические ограничения, которые не позволяют соединиться, отлучиться, если не случится? Таких нет ограничений. Есть блоки, и они пробиваются, и все, и понеслась. А если боль, то это значит блок. Более, значит, блок. Значит, болезнь есть уже на физическом плане, как бы, проблемы. Но если ты продолжаешь статику, динамику делать, то это все проходит, и ты вылечиваешься. Да? Да, такое может быть, психическое тело чуть-чуть частично поднялось вверх. Такое есть. У нас есть часть психического тела, которое может путешествовать. она может отделяться, потом назад. Мы так спим, сны с ней видим. Часть психического тела гуляет. И знаешь, что я вышла из тела со всеми. Да? А вот здесь улыбка, или как бы что-то такое? Прекрасно. Значит, все хорошо у вас очищается. Да? Всегда, когда солнце поднимается, идет лечение. Поднялось, уже как бы лечение не такое сильное, когда оно садится. Солнце прочищает все, когда поднимается. Молитва в пять раз сильнее с утра, чем днем, и в десять раз сильнее, чем вечером. То есть лучше делать на природе? На природе еще лучше. Под солнцем, когда встает солнце, да? Можно так тоже, еще лучше даже, да. Еще лучше в храме. О, в закрытом обещении? Не в закрытом обещении, а в храме, в святом месте еще лучше. Еще лучше на райских планетах. Еще лучше в духовном мире делать такой вот. Надо здесь сначала научиться. Да? А если трудно было держать мудро? Это значит, что не хватало сил на сильную энергию. Когда мудро делаешь, энергия сильнее начинает двигаться. У вас так видно, перегрузка была. А если легко стало в конце, как бы самая последняя часть самая легкая, где-то в середине... Значит, пробили блок. А потом просто в руку. Блок пробили, да? А вот вопрос. А если вот я стояла, простояла, у меня ничего не было, у меня ничего не было замечательно, пока они меня не могут, пока все хорошо. Но вот если бы я сидела, мне бы было больно вот здесь. Да, значит, у вас такая особенность. У вас есть положение тела, которое легче человеку, а есть, которое тяжелее. Это может быть парадоксально. Например, алмаз может быть легче остальных, или стоя может быть легче. И надо начинать с тех, которые легче, а потом заканчивать теми, которые тяжелее. Ну, то есть, начинать полгода, вот которые легко, потом меняешь на более тяжелые. Вот я, допустим, бабочки всегда делал, бабочку хорошо прочистил, начал в алмазе сидеть. Сейчас алмаз прочищаю потихоньку. А если такое впечатление, что кто-то стоял, держал меня? Я не прислонялась к стене, но кто-то держал. Ну, я не знаю, это ваше личное отношение там. Может, там девушки-то приходили, им понравилось, я не знаю. Там все индивидуально. Индивидуально. Так, дальше. Что начал? Пальц трясся. Энергия сильно идет и трясется. Или когда просто так вот он спадал. Да, вот эта синергия пробивается, так раз, дернул. Я тоже пару раз долбанул. Ну, у меня было... Нормально. Да? У меня в какой-то момент было чувство, что вот в нижней части все нормально, а в верхней, как будто у меня ветер дует и прямо наносилось. Да, потому что энергия, когда сильно идет, человек начинает качать, но надо держаться, не качаться. Раскачиваться не надо, надо держаться. А если пульсировала где-то здесь? Это третий глаз пробивался. И все, коллеги Геннадьевич, все, видите, так. Да? А можно только вверх держать? Можно вниз, если все задолбали, можно вниз. А вверх, когда хотите со всеми быть вместе. Да? А если это на третьей части стало очень страшно, потом страх пошел, но вот именно третья часть была... там блок, там блок, динамический блок. Страх это динамический блок. Когда делаешь статическую аскезу, можешь динамический блок тоже замкнуть. Любой блок, могут токсины замкнуть. Значит, надо ходить и прочесть. Но сначала статику надо хорошо прочесть, потом динамику, чтобы не было перегрузки. А можно как-то шепотом или нормальным голосом? Можно. И одна же как бы там часть... Да. Можно нормальным голосом, но только не про себя. Про себя это деятельность в уме, а вслух это деятельность разума. Только разум побеждает судьбу. Ум внутри судьбы находится, он не побеждает. В уме, если делаешь, ничего не получится, а только звуком надо. шепотом можно, тихим звуком можно, средним. Когда никого нет, можно громким. Игорек даже громким, когда все есть вокруг. Он не стесняется. Может, в аэропорту там начать молиться. Расскажите, как Игорь стал вашим помощником. А? Расскажите, как Игорь стал вашим помощником. Он сам всем рассказывает постоянно. Попал в аварию. Перестал дышать на шесть минут. Перед ним предстало четыре варианта райской жизни. Там не было нигде служения Богу. Он говорит, мне это нафиг не надо, я так не договариваюсь. Ему тогда, да, через некоторое время пришел пятый вариант, которым он служит Богу, проповедует. И он на этот вариант согласился, и в результате приехала скорая помощь. И ему поставили искусственное дыхание, и все. И потом он сразу же, как только вылечился ко мне сразу. Мой помощник, который, я ездил восемь с половиной лет, он перестал со мной ездить. И Игорь сразу начал ездить. Все вот так. Бог дал служение. Удра я не захотел, я хотел со мной ездить. Я хотел служить Богу. Все, дали такой вариант, пожалуйста. Хочешь служить, служи, нет проблем. ты знаешь, только если ты святой, то знаешь. они уже решили. Да. Ну, решается чуть позже, когда человек в психическом теле попадает на суд. Там решение принимается по согласованию с человеком. Собеседование идет. Там черти такие, там плавитель ада. И он говорит, нафиг ты так делал. Он говорит, простите, дяденьки, я не хотел, виноват. Ладно, хорошо. А вот это что-то делал. Это по убеждениям. По убуждениям тогда вот.